Ну, то есть, по частям. Такое голодание применяется при очень серьезных патологиях. И такое голодание считается самым эффективным и, можно сказать, самым физиологичным. И для современного человека, если у него есть серьезные патологии, это голодание самое физиологическое. И поэтому есть такой закон, что если между голоданиями меньше двух месяцев, то и соблюдается определенная диета, вегетарианская, то тогда голодание будет наслаиваться на голодание. Ну, то есть, я проще объясню, что, допустим, пройти 11 дней может не каждый человек. Но если мы делаем первый голод пять дней, а второй голод, допустим, делаем через месяц-полтора, чтобы было меньше двух месяцев, семь дней, то у нас получится одиннадцать. Но и физиологически, и психологически человеку легче перенести именно так. Окей, например, вот, например, человек поглодает пять дней, и потом через месяц-полтора, то есть период меньше... Да, 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 да. Sorry, 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 sorry. So if a person is fasting, for like five days, and then waits less than two months, let's say one month, one month and a half, keeps a particular diet, and then fasts another seven days, И получается, что если есть серьезная проблема, серьезная болезнь, мы делаем три курса голодания. И получается, что первое голодание носит очищающий эффект. Второе голодание носит лечебный эффект. Третье голодание можно сказать завершающее. Она доочищает, дорабатывает, долечивает. Третье голодание можно сказать, чтобы закончить работу, чтобы закончить воскресенье, чтобы закончить воскресенье. Но у себя на Алтай мы практикуем обычно так. Первый голод мы делаем 5-7 дней. Второй голод мы делаем от 9-10 дней. И третий голод завершающий мы делаем 7 дней. Вот это считается самым физиологическим и лечебным циклом. Ну и вообще надо понять, что, конечно, каждый человек индивидуален, каждый человек уникален по-своему. У каждого свое восприятие переведите им сейчас. И поэтому статистически и практически самый лечебный, можно сказать, день голодания сухого, это 9-10 день. Это самый лечебный. Но статистически говоря, самый лечебный день, это 9-10 день, да? Да, да, да. И самый лечебный день, это 9-10 день. Вот и поэтому если, как сказать, но я уже повторил, что самое главное, что между голоданиями должно быть меньше двух месяцев и диета должна быть вегетарианская. Это самое главное условие. Да, но основное условие, что между фастами должно быть меньше двух месяцев, и для этого месяца должна быть вегетарианская. Окей, Фредерик, мы опять не можем видеть...